Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Действительно, поговорим сегодня о работе общественного транспорта в Керчи. Керчане сталкиваются с такой проблемой. Утром не могут доехать на работу. Иной раз из-за того, что перевозчики, увидев на остановке пенсионеров, получателей региональной льготы, просто не останавливаются, проезжают дальше. Поговорим сегодня об этой проблеме с нашим гостем, заместителем главы администрации Керчи Делевером Мельгазеевым. Делевером Биболовичем, доброе утро! Давайте начнем сначала. Какие перевозчики обслуживают общественный транспорт в городе Герой и как устроена эта работа? Доброе утро, Катя! Доброе утро, телезрители! Доброе утро, крымчане! На самом деле, у нас в городе свою деятельность в сфере пассажирских перевозок осуществляют 4 субъекта. Это Керчь-Гор-Транс, это наш муниципальный перевозчик, и 3 частных перевозчика Керчь-Транс, П. Умеров и П. Весловушкин. Есть такая проблема, есть такие вопросы, связанные с тем, что не всегда недобросовестный водитель может взять пассажиров, имеет такие факты, что проезжают мимо. Администрацией проводится работа, мы выезжаем комиссионно, обследуем маршруты, создана горячая линия, на каждый звонок выезжаем, общаемся с нашими водителями, перевозчиками. Зачастую большая часть жалоб поступает как раз-таки на частных перевозчиков, в меньшей части такие жалобы поступают на нашего муниципального перевозчика. Дереверий Бабулаевич, а с чем это связано? Почему водители, насколько я понимаю, перевозцы льготников компенсируются перевозчикам, а провозцы льготников компенсируются? Почему все-таки водители не берут пенсионеров? Вы знаете, здесь говорить о моральной стороне, это, конечно, наверное, и моральная сторона. Здесь, наверное, воспитание наших водителей, здесь больше, наверное, претензий к самому водителю. Это его отношение к нашему взрослому, старшему поколению. Это одна из составляющих. Вторая, изучая ситуацию, это сама система оплаты. К сожалению, сделав анализ взаиморасчетов перевозчика с водителем, понимая, что водитель с тех средств, которые мы компенсируем перевозчику, ничего не видит. Соответственно, если он везет бесплатника, он его везет бесплатно, не получая за это ничего. Один из выходов из данной ситуации, это сделать все-таки, либо поменять систему взаиморасчетов между перевозчиком и водителем, либо все-таки, тот вектор, который мы сейчас взяли, это усилить нашего муниципального перевозчика, сделать его монополистом и попытаться забрать основную часть маршрутов. Так как с муниципальным перевозчиком, учитывая, что мы являемся учредителем муниципального предприятия, легче на него воздействовать, нам, как будущим учредителям предприятия. Насколько я понимаю, маршруты, обслуживаемые между перевозчиками, все-таки определяются по конкурсу, да, и это зависит от количества машин в автопарке каждого перевозчика. Планируется ли увеличение количества машин в автопарке муниципального перевозчика для того, чтобы, допустим, расширить список обслуживаемых маршрутов? Смотрите, мы все понимаем, мы все видим сегодня, что у нас ходит, какой транспорт ходит у нас сегодня на наших дорогах, на наших улицах. Муниципальный транспорт, это практически весь, он сегодня обновлен, он там 16-15 года. Частного перевозчика транспорта, он еще, ну, как мы все помним, он еще наше наследие со времен Украины, да, эти руты, газели. Я думаю, что если мы усилим наш транспорт, у нас, у нашего муниципального предприятия не будет особых сложностей для того, чтобы конкурс этот выиграть. Вот, и мы сегодня совместно с Министерством транспорта Российской Федерации ведем работу о том, чтобы базу расширить подвижного состава муниципального предприятия. И, соответственно, это приведет к тому, что мы сможем забрать маршруты, которые есть в городе. Вот, мы не говорим сегодня о маршрутах, которые там, ну, там сверхрентабельные, мы говорим о маршрутах всех, забрать и те маршруты, которые, как перевозчик считает, ему невыгодно. И, соответственно, вот все проблемы, которые сегодня мы сталкиваемся, это те маршруты, которые перевозчику нерентабельны. Вот, он не хочет туда ехать и в вечернее время, там, и, соответственно, интервал там нарушает, к сожалению. Вот, у нас вся проблема еще связана с тем, что у нас нет прямых рычагов влияния. Вот, на сегодняшний день перевозчик нас в некоторых ситуациях ставит, как бы, в зависимость, да, от того, что мы не можем его сейчас другим перевозчикам заменить, на конкурсы другие перевозчики не выходят. И он, как бы, вот, я вас вожу и все. И вот, будем ругаться, мы уйдем, и вы не сможете вывести вообще людей. К сожалению, и такие вот тоже у нас разговоры происходят. Но, на сегодняшний день, как бы, договоренность есть, взаимодействие более-менее налаживается. Но, в любом случае, это не то взаимодействие, которое есть у нас сегодня с муниципальным транспортом. Спасибо большое, Делеврия Бабулавич, за информацию. Я надеюсь, что муниципальный транспорт Керчи будет развиваться и удастся решить проблему и провоза льготников, и проблему более комфортного передвижения в транспорте. Спасибо большое за беседу.